Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ялдерфплей! В вашей ролике у нас будут опять эксперименты в игре Мелон Плейграунд. Это видео выходит потому, что под предыдущим видео вы набрали очень много лайков, под предыдущими экспериментами вот это видео выходит. Давайте 3000 лайков и я выпущу новые эксперименты. В сегодняшнем видео мы узнаем, какой Мелон самый лучший по нескольким испытаниям, которые я подготовил. Ставь лайк, подписывайся, ну а мы погнали. Кто быстрее потонет? Суть этого раунда. Кто первее потонет, тот проиграл. А кто самый последний, тому засчитывается бал. Сейчас посмотрим, кто первый потонет. И мы сейчас видим, что на 26 секундах они продержались и все померли. Бал никому не засчитывается. Наступить на мину? Короче, с вами опять комментатор Ладарфплей, самый лучший комментатор в мире. Короче говоря, суть этого раунда такова. Если какой-то из Мелонов наступает на мину и помирает, то мы ему не засчитываем бал, а если он выживает, то мы ему засчитываем. Я вот не знаю, если он горит, засчитывать ему или нет. Ну, Мелону я засчитал, ну, он вроде выжил. Он же наступил на мину и выжил. А если он горит, то это уже не считается. Вот тыква, он не забирает себе бал, потому что он сразу помер. Дальше идет кукуруза, сейчас проверим, что с ней станет. Также самое важное, чтобы Мелон Хлеб сохранился примерно на 50%. Вот кукуруза сохранился идеально. Посмотрите, ему только немножко ноги подлатать и все. Дальше яблоко чекаем. Яблоко тоже самое, немного ноги подлатать и все идеально будет. Они забирают по 2 балла. А потом дальше... Я решил сделать второй раунд и посмотреть, что будет во втором раунде. Кто будет лидировать. Если что, баллы из первого и со второго будут суммироваться так же. Так, первый идет Мелону чисто. В щепочке чисто Мелона больше нет. Так, тут технические неплатки немножко были. Короче, дальше идет тыковка. Тыковка у нас тоже сразу же померла. Потом идет яблоко. Посмотрим, что сейчас будет с яблоком. Умрет он или не умрет. Заберет он свой балл или не заберет. Яблоко забирает балл. Он не загорелся и выжил на 50%. Дальше у нас идет кукуруза. Проверим, что будет с этой кукурузой. Сейчас он вот доходит. Тут он упал немножко. Вот кукуруза дошла и он в итоге помер. Яблоку 1 балл. И вот так вот выглядит статистика. У Мелона 1 балл, у тыквы 0, у кукурузы 1 балл, а у яблока 2 балла. Кто сможет сдержать гранату в руке? Суть этого челленджа. Мелоны берут гранату в одну и ту же руку. В правую или в левую. Я не знаю, что это за рука. Мы ее активируем, одновременно активируем и смотрим. Кто умрет, тому не засчитывается балл. А кто выживет, тому засчитается. Сейчас проверим. И вот, собственно, мы активировали с вами чеки от гранатов. Сейчас посмотрим, что будет от гранатов. От гранат, точнее. Вот, давайте. 3, 2, 1. О, е-мое, вы посмотрите, они все померли походу. Чисто минус 4 сразу же. Ну, кукурузи вообще охренительные, по-моему. Короче говоря, никто в этом рауне не забирает балл. Даже яблоко померло. Вот как так? Так, твою мать. Это очень круто смотреть. Выключайся. Смотрите, короче, статистику сами. Сколько они продержатся в чае? Итак, здесь я тут вот мучучий феросчик, прям смачненький. Кто не знает, что это такое, это если много чайных пакетиков в один стакан сделать. Это прям ядреная такая смесь, прям чаевничая. Короче, я их погрузил, сейчас посмотрим, что с ними будет. Я уже активировал, как мы можем видеть, они уже тонкие. Тут, если что, был быстрый режим, чтобы вы не ждали. И в итоге 26 секунд, как и в воде, они продержались. В общем, разницы. Брыжок с много метров. В общем, в этом задании мы будем сбрасывать Мэлонов с 10 метров и до 80 метров. Если что, я считал вот эту большую железку за 10 метров. Так что вы можете посчитать, сколько этих железок всего было. То есть карта Куба состоит из 80 метров. Но это как я взял, вы можете взять по-другому, если захотите. В первом этапе все выжили и получили по одному баллу. Еее. Дальше идёт 20 метров, проверим, кто сейчас выживет. Кстати, ещё самая главная цель, это чтобы Мэлон хотя бы сохранился на 50%. И тогда мы ему балл засчитаем. Ну, естественно, чтобы он ещё был жив, как бы. Вот. Так, активируем, сейчас рассмотрим. Ой-ой-ой, кукуруза! Единственный среди всех встал. Не знаю, это из-за того, что я за ним следил или нет. Напишите в комментариях, но мы ему балл засчитываем, а всем остальным нет, потому что они упали. Дальше идёт 30 метров. Вот, я сейчас расставляю Мэлонов на одном расстоянии, если что. Кстати, вот, вы можете это наблюдать. Активируем и смотрим, что сейчас будет. И в итоге, по-моему, все легли. Сейчас проверим, кто выжил, у кого открыты глаза и кто сохранился на 50%. Короче, я вот сейчас вот смотрю, и в итоге, кукуруза оказался целее всех. Так что ему опять балл. Вот. Идём дальше. 40 метров! Чтоб вы понимали, это уже 4 этих железки. Это уже ого-го, как высоко. Сейчас проверим, выживут ли все молны или нет. И так, я нажимаю, и мы сейчас смотрим, кто сейчас у нас проиграет и кто выиграет. В итоге, по-моему, все померили. Прикиньте, даже у кукуруза ноги оторвало. То есть, мы его сразу отбрасываем, чисто выкидываем его. Просто выкидываем в сторону. И у нас победитель, получается, яблоко, потому что он единственный среди всех выжил. Ну и Мэлонов ещё. Они сохранились более на 50% и также у них были открыты глаза, если что ещё. Дальше идёт 50 метров, это ещё больше расстояние, чем было. Ну, это, в принципе, логично. В общем, и давайте скидываем их, смотрим. Ё-моё, это чё за месиво? Короче, у кукурузы, у единственного, по-моему, из всех более сохранилось тело, потому что тыква помер, и яблоко тоже померло. А кукуруза, в принципе, вроде с открытыми глазами, и не живой. Так что ему 5 баллов. Ставь лайк, если на этом моменте испугался моих оров. Дальше идёт целых 60 метров, мы уже ближе идём к 80. Короче, погнали, скидываем без лишних комментариев. И, по-моему, вот здесь точно никто не выжил. Сейчас посмотрим. Короче, по-моему, реально никто не выжил. Ну вот, у тыквы открыты глаза, и у кукурузы. Короче, мы кукурузе засчитываем 1 балл, и тыкве тоже. У них были открыты глаза, не знаю, как так, но они выжили. Дальше идёт 70 метров. Проверим, что сейчас будет с Мелонами. Это предпоследняя стадия. Кто из них выиграет, и кто будет самым сильным? Погнали! Итак, я их сбрасываю. Если чё, кстати, в 80-й стадии мы будем прям их скидывать прям от угла карты до угла карты. И, короче, вроде, вы прикиньте, здесь никто не выжил. Потому что они все померли. Не сохранились на 50% и померли. Погнали сразу же к 80-й стадии и проверим, что там будет. К 80-ти метрам, начинай. Вот, как вы можете заметить, я их прям ставлю на сторону этого квадрата. И отпускаю. И, по-моему, все померли. Хотя... Да ну нафиг! Опять кукуруза выжил! Я не знаю, как он выжил, но у него открытые глаза. Пишите в комментариях, как вы думаете, почему кукуруза опять выиграл всех. И вот сейчас вы перед экранами можете заметить всю статистику. У Малана 3 балла, у тыквы 3 балла, у яблока 4 балла. И самое большое количество баллов это у кукурузы. 6 баллов! Не знаю, как он выиграл, и я ему не помогал, честно. Но сейчас мы его наградим. Итак, кукуруза, ты у нас выиграл в соревновании. Самый сильный Малан. Ну вот тебе статуя посвящается, мы все все забрали. Спасибо! Да. С крыши падать, мы не будем. Спасибо! Спасибо! Хорош, хорош! Молодец, ты! Молодец, да. Прямо все вышло, все усилило. Вот, забирай себе крутую статую. Давайте, пацаны, там, похлопайте еще. Нифига себе. Это статуя, а! Прямо такая бриллиантовая, а! А! Вы что? А! Ставь лайк и подписывайтесь, если вы хотите еще больше экспериментов. 3000 лайков и выход в новый эксперимент. С вами был Ялдерфплейт. До следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok